Это новости дня в студии Данил Добрин. Здравствуйте! Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Начнем с предупреждения от МЧС о неблагоприятных погодных условиях. На территории области в течение вторника 9 июля в восточных районах области ожидаются гроза и ливни. Возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. Днем местами максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов. А накануне гроза и шквалистый ветер порывами до 28 метров в секунду пронесся по западу региона. Жители активно делились последствиями непогоды в соцсетях. В Бузулуке сносило крыши, срывало плохо закрепленные конструкции. Брусок, отлетевший с крыши торгового центра, сбил с ног проходившего мимо ребенка. Ветер повалил деревья на улице Тополиной, Гражданской, Крестьянской, Гая и Дружбы. Не выдержали натиска и остановочные павильоны. Досталось от непогоды жителям Бугурсланского, Первомайского, Курманаевского района. Там в поселке Волжске повреждена крыша частного дома. Четыре человека стали жертвами водной стихии за прошедшие выходные. Один из них – ребенок. Трагические случаи произошли в Бузулуке, Октябрьском районе, Абдулинском и Кувандыкском городских округах, сообщают в региональном МЧС. Всего с начала года зарегистрировано 30 происшествий на воде. Погибли 26 человек, 7 из них – дети. Спасатели напоминают – нельзя купаться в необорудованных и незнакомых местах, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание трагедии не игнорируйте знак «Купание запрещено». Не оставляйте детей без присмотра. Сегодня в День семьи, любви и верности губернатор Оренбуржья Денис Паслер наградил победителей регионального этапа всероссийского конкурса. Лучшие в пяти номинациях получили дипломы и премии. Об оренбуржцах, для которых семья – не просто слово, в материале Елены Ереминой. Кормилицыны занимают первое место в номинации «Сельская семья». От губернатора Оренбуржья Дениса Паслера они получают диплом и 300 тысяч рублей. Живут на станции Тюльган. Андрей – железнодорожник, его супруга Наталья – директор сельского клуба. Рассказывают, стараются успевать все. В сельской местности чем можно заниматься? Моё хозяйство, огород, приусадебный участок. Здесь работаем, воспитываем детей и внуков. Победители в номинации «Молодая семья» Гнедаш из Оренбурга. Сегодня не в полном составе. Глава, тёща, трое детей. Супруга Екатерина защищает честь региона на молодежном форуме «Метеор», делится Дмитрий. Семья старается жить в казачьих традициях. Он – председатель молодежной казачьей организации «ЕСАУЛ». Она – заместитель по социальным программам и проектам. Каждая часть семьи собирала свои истории. Вот мы собрались все вместе. И вот у нас микрогосударство свое, где все друг другу помогают, друг друга поддерживают. Да, Наталья? Да. В День семьи, любви и верности отмечают также лучшие многодетные семьи. Те, кто вместе долгие годы и хранит традиции. За вторые места призеры получают по 200 тысяч рублей, третий – по 100 тысяч. Денис Патлер напоминает, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путином годом семьи. Многодетные семьи будут получать поддержку государства достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23, если он учится очно в вузах. Соответствующие изменения внесены и во все региональные законодательства. Важным решением президента стал новый нацпроект «Семья». Продвижены востребованные для семьи с детьми меры, такие как материнский капитал, семейная ипотека, выплаты в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Денис Патлер добавляет, за 10 лет число многодетных семей в регионе выросло больше, чем в полтора раза. Региональный бюджет на поддержку семей с детьми за последние пять лет увеличен в два раза. В этом году направляют более 9 миллиардов рублей. Помощь получает каждая третья семья. Особое внимание семьям участников специальной военной операции и их детям. Конкурс показывает, с кого точно нужно брать пример. Занявшие первые места на этом этапе становятся участниками всероссийского конкурса «Семья года». Вице-губернатор Татьяна Савинова передает матерям частички огня всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженного на форуме «Родные любимые». Знак благодарности и напоминания о том, что семья – основа всех основ. Елена Еремина, Георгий Бурлузский. Новости дня. Любовь, проверенная временем. В Оренбурге пара с необычной историей узаконила свои отношения в Центральном ЗАГСе. Подробности в материале Софии Пироговой. В соответствии с семейным кодексом Российской Федерации, сегодня, 6 июля 2024 года, ваш брак так жественно заиннистрирован. Я являю вас мужем и женой. Самые волнительные моменты – такие желанные слова. Антон и Ксения познакомились случайно в 2017 году в Петербурге. Он был водителем, который приехал на заработки, она просто собиралась на рынок за машиной. Но оба тогда и не предполагали, что обычная беседа в такси станет началом сильной любви, которая преодолеет расстояние болезни и тяжелое время боевых сражений. Помогала мне выбирать машину. Как-то все скрутилось, завертелось. Там ковид, ковид сближает. Так что дочь у нас 3 года, так что уже пора. Оренбург для такого серьезного события выбран не случайно. На протяжении трех месяцев Антон служит по контракту в зоне специальной военной операции. В наш регион попал на лечение, поэтому молодые решили не терять время и расписаться в Центральном ЗАГСе города. Поздравить молодоженов с таким знаменательным событием приехал вице-губернатор Дмитрий Кулагин. Ваш любовь проездной войны – это особая отметка в вашей биографии. И то, что вы всегда были рядом, всегда Ксения поддерживала Антона, в минуты непростого мужа, в выборах, переживала за его радный путь, за его военную биографию. Это будет еще крепче цементировать ваш брак, вашу семью. Молодоженам торжественно вручили подарки от правительства области и главный документ семьи – свидетельство о заключении брака. Антона ждет длительное лечение и реабилитация после ранения. А Ксения улетит в Питер к детям и будет ждать возвращения супруга. София Пирогова, Игорь Бероев, Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте урттв.ру. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, напишите или позвоните нам в редакцию по номеру телефона 8 987 852 6011. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok